Она освоила Азэ, еще будучи в Китае, научилась контролировать энергию ци и соблюдать баланс между инь и янь. Диляра, никогда не занимался цигун, но раз сегодня есть такая возможность, с чего стоит нам начать? С упражнения, которые поможут вам избавиться от накопившегося за день стресса. Что нам для этого нужно? Итак, делаем глубокий вдох. На выдохе ставим руки перед грудью и начинаем себя простукивать. Как часто вам удается проделать эти упражнения? В среднем по 20 минут стараюсь делать их каждый день. Это, пожалуй, единственное время, которое она может посвятить себе, все остальное детям. Давайте прям громко-громко, первый школьный звонок в 2021 году. Диляра одна из самых молодых преподавателей России в самой большой школе страны. Диляра Гаярова. Число учащихся в этом году здесь достигло 11 тысяч человек. Хутэнтак говорили одни, камюсава продолжали другие. Помните, когда классы делили на немецкую и французскую группы? Сейчас в расписании разве что английский остался. Немецкий уже редкость, в некоторых школах можно встретить французский. Но здесь, например, его вытесняют китайский. У пятого А 8.00, далее идет девятый Д с занятием 9.50, потом шестой Г. И это обычная общеобразовательная школа на юге Москвы. Хуанин Гуанлин, говорят здесь. Изучение китайского начинается с пятого класса. В этом возрасте дети уже знают латинский алфавит, поэтому читать пенин для них намного проще. Но на первом уроке знакомство со страной и вопросы на эрудицию. Кто мне скажет, столица Китая? Китай, Китай, Пекин. Пекин переводится как северная столица. А вот он здесь, как раз на севере находится, прямо недалеко от Монголии. Когда они оканчивают учебный год, что они уже умеют делать? По окончанию учебного года пятиклассники уже точно умеют считать, могут сказать, как их зовут, откуда они, из какого города, из какой страны. Они могут отвечать на простые вопросы, сказать, как у них дела, даже представить свою семью на фотографии, например. А это уже школьники постарше. За спиной два года изучения путунхуа. То, что забыли во время летних каникул, вспоминают с помощью игр. И я сан си ву леу. Я сан си ву леу. Я сан си ву ши сан си. Я сан си ву леу. Они уже могут друг другу эсэмэс написать. У каждого в телефоне раскладка пи нинь. А что вы обычно обсуждаетесь в этом чате? Как у кого день проходит, например. И с легкой руки вывести иероглиф на доске. Мне потребовался один день, чтобы выучить его. Еще, я знаю, иероглиф Китай. С 2019-го китайский язык включен в единый государственный экзамен. И то, что изучают в школе, сопряжено с программой университета. Например, бушоул, ключи из которых строят иероглиф. Дети уже знают до поступления в вузы. А еще постоянные тренировки чтения и аудирования. Что там за пожелания? Молодец, здоровье. Супер. Целых три пожелания получается, да? И эти знания, что чередуются с практикой, Диляре удается уместить за 40 минут. Но а как еще, когда у школьников всего одно занятие в неделю? Мы с ними меняем вид деятельности буквально каждые 5-10 минут. Мы очень большой акцент делаем на культуру Китая. Потому что это важно для понимания ментальности и вообще языка. Собственно, именно этому, наверное, меня и научил в большей степени мой опыт проживания в Китае. Что я и транслирую джетям. То есть мне нравится рассказывать о традициях и о каких-то закономерностях поведения. Давайте вспомним с вами, что в Китае-то придумали. Так, бумагу, фейерверки. Фейерверки, что еще? Шелк. Шелк, точно. Изучение языка неразрывно от истории страны. И знакомство с ней начинается в Музее Востока. Усвоив знания о великих изобретениях, они путешествуют по эпохам. От периодов Шан и Сун до костюмов династии Цинь. Внимательно разглядывают каждые экспонаты. Какое же удивление, когда на фарфоровой вазе известный им иероглиф. Смотрите, пожалуйста, на вот этот вот первый экспонат, вот эту вот вазочку. Что там за иероглиф? Счастье. Молодец, умничка моя. Счастье там написано, да, иероглиф. Фу, счастье. Все, что в учебнике на картинке, здесь оживает. Вот и домик для сверчка, сюжетом бассейн, и знаменитый на весь мир белоголубой фарфор. Вот если не смотреть на описание, то что она напоминает? Не случайно внимание школьников обращено еще на один экспонат. Аптекарская банка с двухглавым орлом. Это ее Петр Первый заказал в Китае. Тогда и было положено начало торговых отношений между Петербургом и Пекином. Сегодня связи только крепнут. Одно дело, когда эти знания дают в университете, а другое дело, когда ты школьник, да, и много сил возраста еще непонятно. Вот как удается соблюсти баланс? Сложное сделать простым. В этом мне помогает небольшая разница в возрасте со школьниками. И я все же пока еще понимаю их приоритеты, ценности и интересы. В школе, где работает Диляра, китайские изучают более тысячи человек. За несколько лет эту цифру удалось увеличить вдвое и привлечь еще учителей. Тенденция роста по всей стране. Овладеть Бутунха мечтают свыше 70 тысяч россиян. Для сравнения, в 2007-м таких было всего 17. Я думаю, что этот рост связан в целом с ростом интереса по отношению к Китаю и к китайской культуре, к китайскому языку, с приоритетами родителей, детей, которые выбирают китайский язык. Если на старте своей карьеры у меня было по 4-5 уроков китайского языка, то сейчас у меня по 6-7 уроков. Москва лидер по изучению китайского. И здесь как нельзя кстати спрос рождает предложения. Но в малых городах ситуация обратная. Желающие есть, квалифицированных кадров не хватает. Виртуальное занятие для Полины – единственная возможность подтянуть иностранный язык. Она выходит на связь из Иваново, но уже скоро переезжает в Ухань. Смогла выиграть грант на обучение в китайском вузе. Ей еще нужно оформить визу, собрать необходимые документы. Но вот готова ли она к жизни в другой стране? Пробуем провести интервью на китайском. Горько. Какие? Какие музыки? Какие патруты? Я и мой уха тоже хорошо. У меня есть несколько вопросов. Я спросила, что вы в чеме learnomer? Диляра еще даст несколько наставлений и обязательно поделится опытом жизни в Китае. Ей есть что вспомнить. И с этими знаниями не побоялась отправиться в Китай. Бросила вызов своей судьбе. Став участником межуниверситетской программы обмена, она практиковала язык в городе Хухотта, затем в Пекине. Какие бы вы главные отличия выделили в учебе в Китае по сравнению с Россией? На что там делается основной акцент? Концептуально учеба в России и в Китае не так сильно отличаются, но отличается подход. У китайцев больше практики и концентрации на говорении. В России, конечно, такого погружения в языковую среду нигде не встретишь. Еще несколько лет назад Диляра не хотела быть учителем. Уверяла себя, что эта работа не для нее. Изменилось отношение. Мне очень захотелось транслировать и рассказывать, открывать для детей новую дверь в мир китайского языка. И я поняла, что ему это очень нравится. Но это Китай изменил ваше мировоззрение? На 360. Опыт проживания в Китае дает тебе безусловный рост. Эмоциональный и интеллектуальный. Она продолжает следить за жизнью страны. Олимпиада, запуск Шинчжоу – это то, чем были переполнены ее соцсети. А недавно завела аккаунт в ТикТок. Говорит, ученики подтолкнули. Они показали своим примером, что это очень здорово. И мне хотелось быть с ними на одной волне. Какие темы обыгрываете? Как правило, это жизненные или темы на злобу дня. Например, очень много просмотров у нас собрало видео на тему ухода на карантин. Или мы очень любим обыгрывать наших молодых учителей, которых в нашей школе очень много. Как вы видите себя через 10 лет? Какая ваша главная мечта? Моя главная мечта – открыть школу китайского языка по своей собственной методике. Я думаю, что это было бы очень здорово, так как на китайский язык большой спрос. Китайский язык нужно изучать не только потому, что это очень популярно и это очень перспективно, но и потому, что он развивает мозг, особенно детей. Он очень сильно развивает эрудицию. Сейчас в интернете часто такой гуляет вопрос, я его тоже вам переадресую. Будущее за Китаем? Думаю, да. Самый внимательный зритель заметит, как стало безлюдно за нашей спиной. Уже глубоким вечером мы завершили съемки. Заметно уставшие и попрощавшись с героем, вышли из школы. Диляра продолжила работу. Кажется, в этих окнах свет не гаснет никогда. Проверка домашних работ, подготовка урока на завтра. Его можно было бы потушить, но огонь наставника, что зажигает глаза детей, горит здесь всегда. Учитель – это больше, чем профессия.